Гасим свет и смотрим хронику. Все как будто впервые. Здесь во всем своя позиция, своя правда. Острое неприятие малейшей фальши в поведении, в образе мысли. Это современник. Режиссер театра Галина Волчек. Вот его рассказы. Бегные, катажане. А потом ты представь себе, что катажане, это вот про которых Галл вчера рассказывал. Да, про которые могут шпионить и все. Так, слово архивариусу. Московский театр «Современник» основан группой молодых актеров. Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евсегнеевым, Олегом Табаковым и другими выпускниками школы-студии «МХАТ» в 1956 году. В 1970 году художественный руководитель, главный режиссер «Современника» Олег Ефремов покинул театр, так как был приглашен в Московский художественный театр. Этот вопрос, вопрос о назначении или выборе нового главного режиссера сейчас бы решался самим коллективом, и не нужно было бы вставить стол, накрытый зеленым сукном. Но тогда это был вопрос, ну если не политический, то идеологический, по крайней мере. И тогда он решался гораздо более сложно, чем решился бы сейчас. Игорь Владимирович, вот представим себе, что идут выборы главного режиссера, и надо пробивать Галину Волчек на эту должность. Ваши действия? Тогда или сейчас? Тогда, конечно. Ну, во-первых, когда ушел Олег, то, естественно, ну после него, он был основателем, он был вождем, он был авторитетом, после него сразу кто-то встать на его место, конечно, это было сложно. А дальше было закономерно вообще, то, что встала Галя. Другой кандидатуры и не было. Закономерность внутреннюю я понимаю. А как относилось к этому? Ну, управление культуры, Минкульт и так далее? Делать серьезно, горком. Я не думаю, что это у них вызывало восторг. Нет. Тут разные пункты были, по которым Галя не очень подходила к этому. Она была и не член партии, и еврейка, и... Ну, в общем, это не одобрялось. Женщина? Да, так у нас тоже не очень хорошо. Женщина, да, но это еще ладно, понимаешь? Но, конечно, им трудно было представить, но выхода у них не было. Почему? А что же не было выхода? Ну, а как? К нам пытались присылать и директоров когда-то, еще при Олеге. Комиссарами, да? Да, комиссарами, но это не очень получалось. То ли они спивались быстро, понимаешь, то ли они становились своими просто. И поэтому это, ну, не выходило. А прислать художественного руководителя, об этом даже речи не могло быть. Они понимали, что все-таки это был особый коллектив. И поэтому, ну, кого-то чужого прислать, чтобы он стал художественным руководителем, нет. Это было, конечно, невозможно. Вы как-то очень сейчас говорите об этом достаточно ностальгически и легко. Ну, у них не было другого выхода. Милые были люди, куда бы им было деваться. А вот тогда это что-то произошло, вот вы решили, и так оно и стало? Ну, в общем, да. Нет, пропивайте. Давайте дадим слово Толмачеву. Я бы, Паша, подошла к вам, и вы бы поняли, почему. Я... Я сам подойду. Что там? Да не в этом деле. А что? Посмотрите на меня. Посмотрите на юбку. Это историческая юбка. Она 72-го года рождения. Смотрите, вот вы понимаете, почему? 72-й год. Ну, раз уж в старую квартиру, иду в старые юбки. Правильно? Потом у нее история очень связана с пробиванием Галины Борисовны. Дело в том, что в то время, если вы вспомните, оно было распорядительным в отношении моды тоже. Слишком много бы я себя допустила, если бы я ходила по кабинетам в джинсах или в брюках. Например, вам хватит? А вы ходили по кабинетам? Я ходила. Вот по этому вопросу. Мы ходили в Атага. Ходил Игорь Владимирович, ходил Табаков, ходил Евсегнеев, ходила я. Нас было пятеро. И мы ходили из кабинета в кабинет, доказывая, что для сохранения театра нужен свой режиссер, который поставил уже замечательные спектакли. Она же в это время поставила «Двое на качелях», была поставлена «Обыкновенная история», была поставлена пьеса «Горького на дне», то есть совершенно сформированный внутри, выросший. Вы понимали, что другой человек, не наш, будет разрушительным в отношении жизни нашего театра. Кстати говоря, что Галя? Ничего, что я Галю говорю. А как вы должны говорить? Галя Борисовна. Разберемся. Между собой вы договоритесь. На ней хотела, мы ее уговаривали. Что ее заставляли, старались заставить, это вступить в партию. Но она... Кто заставлял? В Каркомину, конечно. Чтобы был хотя бы этот пункт, был как бы снят, да? Естественно, как может быть главный режиссер не член. Ну да. Людочка, скажите, пожалуйста, ваше воспоминание о временах перевыборов главного режиссера в «Современники». Знаете, мне казалось, что это произошло вот само собой, потому что я тогда в этой коллегии не была и не ходила. Я до этого ходила по всем инстанциям, потому что раньше я была секретарем парт-организации, а внутри это... А кто был в это время? Петя Щербаков. Он был раньше моим заместителем, а после того, как я вот родила ребенка, он... Нет, я родила, и он заступил на мое место. Почему-то сейчас это и трогательно, и смешно, и забавно. Да, Петя был, и я не знаю, ходил ли он с вами, думаю, что даже и ходил, наверное. Но дело в том, что вот только в коллективе это было настолько ясно, что только она может, что я думаю, что как бы там кого ни предлагали, они понимали, что мы не потерпим и не впустим никого. Вот это, я думаю, они уже в то время понимали. У меня вопрос к Леониду Эрману. На тот момент заместителю директора театра, а сейчас директору театра. А вы как относились к этой идее? Я не мог относиться иначе, чем все мои товарищи. Мы были абсолютно единодушны. А я слышал, что у вас были сомнения. Нет, это шутка, это шутка. Я думаю, что ни у театра в целом, ни у меня, конечно, не могло быть сомнений и не было. Но мне бы хотелось чуть-чуть выступить оппонентом по отношению к моим друзьям. Я думаю, что не было сомнений и у горкома партии. А ведь это был 72-й год, когда действительно горком партии был всем и все, и решал все. Но и современник был уже знаменитым театром, в репертуаре которого были замечательные спектакли. К этому времени Волчек была уже знаменитым театральным мастером. Вам сказали, что она здесь. Что она вот сидит. Ну, это так. Это так. И поэтому, мне кажется, что современник в 72-м году убедил всех и заставил сделать так, как считал нужным. Вот это, мне кажется, было самым ценным и самым главным. В общем, Галина Борисович, спасибо большое. Вас выбрали явно совершенно. Я прошу вас на сцену. Прошу в президиум. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно? Ну, конечно. Тут мне, вот как мне кажется, что действительно это у них было безвыходное положение. Но главная трудность была с Галей. Потому что она долго и не решалась, и отказывалась. И вот убедить ее, и как-то вот ее все-таки вытолкнуть и заставить встать на это место, это было довольно трудно и довольно продолжительно. А вот почему? Спасибо, Виктор Владимирович. А почему? У меня просто интуиция у меня хорошая. Я наперед как бы свою жизнь увидела. Ну и что? Не понравилось? Понимаешь, я поняла, что очень непросто будет жить, тяжело. Если так всерьез говорить и всерьез к этому относиться, я думаю, что ты поймешь. Это не должность. Это не должность. Это образ жизни. Надо как бы понять, что либо одно, либо другое. Либо ты имеешь как бы, ну я не знаю, личную жизнь, имеешь то, имеешь все. Либо ты ничего не имеешь, но имеешь театр, если ты как бы, ну, по крайней мере, пытаешься его иметь, так скажем. Вы стали главным режиссером. По тем временам это номенклатура. Это за вас, Кировенских, да, люди с орденами наласканных и все такое прочее. Вы другая, другое поколение, другие нервы, другой человек. Как вы себя чувствовали вот на медицинских коллегиях и во всем этом новом? Я, вот как это вам дико не покажется, я чувствовала я себя вообще все время, я сейчас, может быть, неловко себя, более всего неловко, я себя чувствовала перед своими коллегами. Я вообще, так сказать, перед ними все время внутренне извиняюсь за то, что я стала их начальником. Понимаешь, поэтому, может быть, это более, как бы, неловкое мое состояние, чем я ощущалась рядом с Равенских или с Пулчиком. Конечно, мне было дико, я так, когда Равенский мне в ЦК на одном каком-то совещании, там что-то про молодежь речь там шла, или что-то призывали к чему-то. Мы вышли там на перерыв, и он так вот берется, он такой темпераментный человек был, за волосы говорит, о чем они говорят, какая молодежь, когда самому молодому артисту в Малом театре 82 года. Ну, понимаете, конечно, мне это казалось, что я на другой планете живу, потому что у нас все там бегали тогда еще с босыми ногами, понимаете, все были одногодками примерно, и у нас как бы не было взрослых, все это потом пришло. Вы, женщина, становитесь молодой женщиной, главным люсером Государственного театра. Вот что это, какое это отпечаток накладывает на жизнь? На жизнь? На географию, да. На здоровье это в основном отпечаток накладывает. Руководить вообще тяжело. Руководить коллективом, руководить коллективом творческих людей необычайно тяжело. Где вы чувствуете себя в театре по отношению к своим подопечным, так сказать? По-разному. Иногда, не знаю, ненавистной свитровью, иногда мамой, иногда папой, иногда всем вместе, иногда, не знаю, всем. В партию вы так и не вступили. Нет, в партию я не вступила, но, вы знаете, я честно вам скажу, сейчас об этом как-то говорить даже неловко, потому что на самом деле стало модным, это вот как-то замечательно сказал Быков. Он говорит, мы так привыкли, понимаете, комаринные укусы выдавать за фронтовые раны. Да, да, понятно, да. Вот, понимаете, сейчас это, понимаете, все там это начинает. Я хочу вам сказать сразу, я не была членом партии и как бы не вступала, делала это там осознанно, но это не означает, что среди коммунистов не было хороших людей. Понимаете, ну так сложилось, ну что же теперь уж. Мне сказали редакторы, чтобы я задал вам вопрос, ваша жизненная формула. Есть такое? Попытаться быть честным. Это так, если... Во всем, да, в творчестве или в бытовой жизни? Ну, во всем, я сказала попытаться, я не сказала быть. Вот это уже формула. Я хотела сказать, что пользуюсь просто, я всегда пользуюсь этим случаем, всегда, чтобы сказать, что я несказанно благодарна нашим зрителям, людям, благодаря которым мы живы. Мы живы вопреки многому, вопреки тому, что нас хотели умертвить и не один раз, вбивали гвозди в несуществующий гроб, и ты это знаешь, и пытаются это сделать до сих пор. Но противостоит этому гипнозу идиотскому, противостоит зритель. И когда я сейчас вижу человека, который стоит и покупает билет у спекулянтов, мне хочется подойти, стукнуть эту спекулянтку по физиономии и сказать, сволочь, я бегаю, достаете деньги, спонсоров достаете, для того, чтобы не поднимать цены на билеты, чтобы могли ходить те, кто ходил к нам в театр в те годы, и благодаря которым мы и стали театром современника, и благодаря которым живем и сейчас. Спасибо в вашем лице всем тем зрителям, которые верили в нас, верят в нас и давали нам эту веру в жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!